В работе 23 конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» принял участие Максим Сураев. Депутат Госдумы представил новый проект сторонников партии «Единая Россия» – Центр поддержки гражданских инициатив. Основная идея – это те лидеры общественного мнения, те неравнодушные граждане, те НКО, которые есть на территории Московской области, чтобы они сотрудничали как раз со сторонниками партии «Единая Россия», чтобы получали информационную поддержку, юридическую поддержку. И, соответственно, будет у нас создан экспертный совет, который будет пропускать и изучать те инициативы, которые предлагают граждане НКО. Секретарь местного отделения партии Андрей Иванов возглавил Одинцовскую делегацию, в числе которой был глава Успенского поселения. Владимир Горяев отметил партийные проекты, которые успешно реализуются на его территории. Подходит к завершению строительства нашего прекрасного детского садика на 400 мест. Буквально сегодня присутствовал на строительной площадке. Строители уже занимаются отделочными работами, завершаются работы по благоустройству. Но это не один проект. Понимаете, за последние 30 лет, в частности, поселок Горки-10 ведет массу строительных объектов, которые будут служить комфортному проживанию наших жителей. О качестве работы местного отделения партии «Единая Россия» по итогам 2018 года рассказал представитель Одинцовского района Вячеслав Киреев. Подвели итоги, составили планы, в том числе и активизировать работу в Совете депутатов Одинцовского района местных уровней. На мой взгляд, ну вот это главное. Конечно, и положительные итоги были подведены, и они точно есть. И развитие, и строительство мостов, развязок, дорог, площадок, остановок. Ну, комплекс большой. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова отметила, что год был непростой, но партия с честью справилась со всеми вызовами. Доказательства тому очевидны. Это результат губернатора, единоросса, нашего однопартийца, который уверенно победил на прошедших выборах. Наталья Виртуозова рассказала и о новой программе, которая будет представлена в конце января в традиционном обращении губернатора к жителям. Секретарь регионального отделения депутат Госдумы Лидия Антонова отметила, что за год число членов партии в регионе увеличилось более чем на 4,5 тысячи. Сейчас в области насчитывается свыше 32 тысяч единороссов. В Подмосковье работают около 2 тысяч депутатов Единой России. Более 80% глав муниципалитетов также представляют интересы партии. Конечно, мы будем продолжать работать по партийному строительству, по укреплению наших первичек. Второе, мы сегодня работаем по практически всем федеральным и нашим региональным одновременно партийным проектам. И они охватывают все слои населения. Но задумка у нас еще один партийный проект региональный. Это проект направленный на поддержку, ну как мы говорим, трудных подростков. Знаете, он не трудный, а он просто подросток, которому нужно внимание. Руководитель администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов сделал акцент на том, что уже сейчас необходимо вести планомерную работу по подготовке к следующим масштабным выборам депутатов Госдумы. На конференции также было отмечено, что политический сезон прошел на высоком организационном уровне. Рассматривается проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Об этом доложил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Эта работа ведется постоянно и по результатам выбора президента. Ту работу, которую делали депутаты всех уровней, это встреча с избирателями, разъяснение тех основных решений и действий в разрезе принятых государственных программ, муниципальных программ, которые выполняются в течение года. Естественно, и по результатам выборной кампании губернатора были собраны большое количество наказов, которые сегодня отражены уже в поступившем бюджете на следующий и в 2021 год, в трехлетний бюджет. Участники конференции избрали делегатов на 18-й съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия», который пройдет в Москве 7 и 8 декабря. А в соответствии с пунктом устава партии делегатам предстояло принять решение о ротации состава регионального политического совета Московского областного отделения партии. В завершении съезда почетными дипломами были отмечены наиболее активные члены партии, показавшие высокие результаты в своей работе. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.